Итак, мы продолжаем рассмотрение освобождения от захватов за руки. И сегодня посмотрим на освобождение чуть-чуть с другой стороны. То есть, если мы до этого рассматривали через рычаги... Раньше механику не рассматривали, сложно было объяснить людям через рычаги. И поэтому объясняли немножко по-другому, на образах. То, с чем сталкивались каждый день. Какие образы? Колодец, жернов, веревка, нагайка. Ну, то есть, что было проще объяснить. И тогда этот образ, воплощая в жизнь, можно что-то выполнить. То есть, все, что выполнено с горизонтальной плоскостью, можно рассматривать как, допустим, жернов. Или захват. И вы теперь представляете, что образ в руках жернов. Только большой жернов, который нужно передирать в муку, вернуть в муку. И вот вы начинаете этот жернов крутить. И для вот этого движения. Только единственное, что... Нам, современным людям, это кажется странным. Потому что мы можем один раз покрутить и рукой. Но если вам нужно выполнять эту работу длительно, то, естественно, рукой вы не покрутите. Раз покрутите, два, а потом вы устанете. А если нужно крутить сто, двести раз или полдня нужно крутить, то, соответственно, вы будете... А работу выполнить нужно и не уставать. Поэтому вы будете выполнять всем телом. Если я пойду рукой, то видите, вот рука его и компенсирует. А я иду всем телом. Смотрите, всем своим существом пошел. Вы видели? А теперь посмотрите, он меня колонит. Представьте, у меня ручка большого колодца. Вот такое велосипедное колесо с ручкой. И вот теперь я это колесо должен крутить. То есть я, опять же, одно ведро мне достать нужно, то я могу рукой помнить. А если мне сотню людей нужно достать, мне уже рука не будет подниматься. И вот я иду всем своим телом, иду на себя и от себя. Принцип объясняю. Вот колодец. Вы видели, да? То есть я не работаю силой. А теперь смотрите, если я замещу эти два принципа. Жернал и колодец. Я начинаю, посмотрите, идет жернал, колодец. Идет освобождение. Вы видели? Посмотрите, идет жернал, а здесь идет колодец. Доработку потом мы с вами на прошлом занятии рассматривали. Вы выполняете самостоятельно. Дальше. Принцип на гайке или веревке? Ну принцип веревки это принцип... Давайте сейчас посмотрим. Вот веревка, если мне нужна машина тащить. Вот если я, ну, расслабленная веревка, я начинаю ехать. Получается, дернул, он подъехал. И опять, еще раз смотрите, получается, я вот дернул, он подъехал. Опять веревка там вниз. Я потерял управление. А в принципе веревка заключается в том, что я должен натянуть ее потихонечку. И медленно, не спеша вот так вот управлять с ним. Посмотрите, он может ходить там, как угодно. А веревка все время натянута, как струна. То есть процесс управления не теряется. Теперь у меня, к примеру, ну вот, держит меня за руки. Представьте, у меня, вот она веревка. Видите, вот он процесс управления. И я теперь начинаю управлять этой веревочкой. Видели? Это один уровень. Держим. Теперь смотрите, здесь он мне не дает жестче стать. Видите, вот тут он мне не даст. И я как бы эту веревочку опускаю чуть выше, сюда, оп, вниз. Просто за счет того, что я повис. Видите, встал. И теперь эту же веревочку, только теперь она у меня стала короче. То есть если выбрать это получится вот так, если выбрать степень свободы. Вот она выбралась. И теперь я эту веревочку начинаю вкручивать. Вот держит теперь у меня эта нога, веревка здесь. И я точно так же начинаю, опять же, не руками, если руками, видите, ничего не получается. Начинаю всем телом идти. То есть теперь принцип понятия, да, теперь вот представьте. Вот у меня вертикально, на шее, на хайку я представил. И вот я начинаю идти в освобождении. Очень похоже на параорту. Да? Вот вниз пошел, вывел сразу в равновесие. Вот так вот пошел. Вот у меня колодец. Может он держать и одну руку. Причем, может так держать. Может двумя руками, не важно. Вот посмотрите, вот у меня жерва. Представьте эту жерва. Я начинаю его крутить в одну сторону. В другую сторону. В другую сторону. В другую сторону. Может и эту руку взять. Диагональ. Посмотрите, я начинаю крутить, но мне туда не хватает. И я начинаю сам выполнять роль этого жерва. Посмотрите, то есть я начинаю крутить в то место, где я стоял. Для того, чтобы мне в полный оборот сделать. А теперь смотрите, у меня маленький колодец. То есть вот маленький один и маленький второй. Видите, две ручки. Я начинаю маленькие ручки крутить. Вы видели? То есть принцип. Или дело еще раз, смотрите. Вот здесь одновременно жерва и колодец. Посмотрите. Вот он жерва, вот он колодец пошел. И ручки здесь расслабили. Повернулся к нему. Если он не упал сразу, не потерял равновесие, то он встанет в такое положение. Дальше вы можете бросать. Бросковая техника. Либо вы его валите назад, либо подхватываете за бедро и не поднимаете вверх спиной, а просто опрокидывая вперед, подбрасываете ногу. Вы видели? То есть образ. Представляете образ и держите все время его в голове. Ну а вреди, какой образ давайте сейчас будем держать? Жерва. Жерва. Вот начинаю с жерва. В одну сторону можно было его сделать и в другую сторону. Это понятно? Колодец могу делать как в одну сторону, так и в другую сторону. А вы когда его разлаживаете или нет? А? Вы когда делаете колодец? Разлаживаете? Силы раскладывать? Ну они автоматически раскладываются, но я теперь не смотрю на силы, не смотрю на рычаги, на лекторане смотрю, я теперь только держу образ. Вот он, я теперь эту ручку включу. Я перехожу на ощущения. Что я чувствую, когда я включу эту ручку? И мое тело повторяет эти ощущения. Технике раньше было непонятно как разложить силы, как пустить ее вдоль реактора. А в колодец человек каждый день с ним сталкивался. Поэтому им была эта больная. Поэтому попробуйте сейчас поработать именно с образами. Хотя, конечно, это самые простенькие. Это образы материального мира. Это еще образы физики, физического тела. Это еще не те образы, которые можно работать в сознании. Но уже с ними можно работать. Попробуем.